Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешно. Мы озвучим вопросы-ответы с нашего сайта. Вопрос 1931, седьмой том, открытым оком. Если ложь любая от дьявола, то почему ею пользовались святые? Вот вопрос. Так были они научены теми, кто был еще святее их и был их учителем. Учились не от Бога и Слова Его, а друг от друга. И целью было не исполнить точно во всем волю Божьей, а волю настоятеля. Главное было стать иноком. А далее все ниже того. Монахшинство, вот и цель прихода. Христа на земле и всего мироздания, и всего творения. Также создается впечатление причтение житий святых. Считай. Главное целомудрие, бисердевство, постричься и удостоится быть иноком и сохранится в монастыре или в норе от развращающего мира. Само основание монашества построено на лжи. Потому что так сумели оскопить слова Христа о благовестии миру от Матфея. Вот, я посылаю вас как овец среди волков от Луки. Идите, я посылаю вас как овец среди волков. Епифаний, 12 мая Зачем пришел сюда сын мой? Спросил полуве, полуве святой. Последний отвечал, пришел посетить вашу святость. Ты, чадо, пришел, возразил ему прозорливец. Соглядать мое ничтожество, здесь ли я? Не утаивай от меня, приказанного тебе, ибо грех говорит ложь. Скажи истину, потому что Бог посреди нас будет действительно служителем истины. Аполлинария, 5 января Ей явился во сне ангел и повелел идти в скит и именоваться Дорофеем. Старец, приведя ее в скит, отвел ей келью. Отвел, отвел. Отвел. Ну да, дальше. Не зная о том, что она женщина, и считая ее с копцом. Бог не открыл ему этой тайны для того, чтобы последствий все получили от того большую пользу и для славы своего святого имени. На вопрос же Макария, как ее зовут, она отвечала, мое имя – Дорофей. Слыша о пребывающих здесь святых отцах, я пришел сюда пожить с ними, если только окажусь этого достойным. Ефрасия, Дева, 19 января После мучений святую Ефрасию отдали для осквернения одному варвару, который, взяв ее, привел в свой дом. Святая непрестанно молилась при чистому жениху своему, Христу Господу, дабы он сохранил ее невредимую. И вот, когда нечестивый варвар привел святую в спальную комнату, Ефрасия стала просить его, чтобы он подождал недолгое время, обещая дать ему некоторое чудодейственное растение. «Если ты всегда будешь носить при себе это растение, – говорила она, – то никакое неприятельское оружие не коснется тебя». Святая говорила так, представляя себя как бы волшебницей, но варвар сказал ей, «Ты после дашь мне это растение». Мудрая дева отвечала, «Растение-то не может быть взято руками женщины, но только непричастное браку дева может взять его. Если оно будет взято не деву, то оно не будет иметь никакой силы». Тогда варвар согласился не трогать Ефрасии, пока она не сорвет ему названного растения. Придя в сад и найдя там какое-то растение, святая набрала его и показала варвару. Последний спросил ее, «Как я узнаю, правда ли то, что ты говоришь мне?» В ответ на это святая Ефрасия положила сорванное растение на свою шею и сказала ему, «Возьми острый меч, замахнись обеими руками и ударь меня по шее, насколько можешь сильно, и тогда ты увидишь, что твой меч нисколько не повредит мне». Варвар, поверив словам святой, взял меч и замахнувшись, весьма сильно ударил и отсек ей честную главу святой Ефрасии, и она упала мертвую. Увидав, что на смене святую, варвар стал оскрежетать своими зубами. Мудрая же дева отошла, не оскверненную к своему жениху, Христу, оставив нам образец сохранения целомудрия, ибо она предпочла лучше умереть, чем погубить свое девство. Стих. Мысль таинственная как-то появилась. Тут же в руки перешла на карандаш, вмиг кудряшки слов с бумагой сроднились, эту ценность на базаре не продашь. Раньше было на машинке, а сегодня на компьютер. Набираешь и шлифуешь без ошибок. Ты как столбник протираешь сзади брюки. Современный дядя стульник, только хлипкий. Подгоняешь, сочленяешь и стираешь. Что-то лучшее подвернулось поутру. Часто сутками и душит и терзает. Недозрелое не будет на перу. Охорашиваешь, бережно ласкаешь, подправляешь, наряжаешь так и эдак. Бездуховность выпрет, мачеха мирская. Хотя рифма есть, не кража у соседа. Но с писанием священным согласуя растеребишь, как небрачную невесту. Неизящная словесность здесь горцует, а рабочая лошадка глину месит. С головы до самых дальних окончаний подгоняешь, понукаешь. Боль зубная, даже буковки страдая закачались. Так на силу я рифму и пинаю. Мне бы главное нигде не уклониться от того, что Бог открыл, запечатлел. И летят в полет при выспренней мысли, воплощенные, но как бы и без тел. Критикую, осуждаю, отвергаю знаменитостей. Их вычурность в туманах. Мы с тяжелой во свете запрягаю. Нет изысканности, но и нет обмана. Кто осилит и откроет слово Божье? Указатель права, доблестный защитник. Не пропустит мы с кудрявой, но с ложью критик мы рта не раскроет и не пикнет. 23 сентября 2003 года. Вот так. Это у нас что? Одна? Одна. Одна. Сколько тебе? Вторую посмотрим. Сколько? 11 страниц. 11? Ну это большая, надо поменьше что-то взять. Так, подожди-ка, запомню. Вторая. Это сколько? 6. А там было сколько? 6 будет маленько побольше, ничего? Ну давайте, побольше. Вопрос 2045, восьмой том открытым оком. На чем подлавливали затворников демоны? У бесовской силы, видимо, тоже есть какой-то каталог. Каталог. Ну каталог. Каталог. Кому и с каким пирогом подойти? Ответ. Сам Люцифер пал от гордости и тщеславия. На том и ловит особенно иноков. 1 Тимофей не должен быть из новобращенных. Чтобы не возгордился, не подпал осуждению с дьяволом. Вот так. Согласно этого одного только в Библии стиха, Златоуст выводит, что дьявол пал именно от гордости. Иезекииль. От красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость свою. Зато я отверну тебя, поверну тебя на землю. Но если Господь обезвечивал, значит так и будет. Монахи же ждут за свои томления особой близости к Всевышнему. А и на обычное существование без чудотворения и благоухания не согласны. Вот тут и поприще рогатому. Голыми копытами бери закупоренных монахов. Иноков. Исааки Печерский. 14 февраля. Сей преподобный отец миру был богатым купцом. Терапецким. Задумав стать иноком, он раздал все свое имение нуждающимся и монастырям. Пришел в пещеру к преподобному Антонию и просил его принять его в число иноков. Преподобный Антоний, предвидя, что сей муж будет подобно ангелам подвязаться по добродетелях и самоуподобиться ангелам, исполнил его желание. 15 февраля. И там молился богу со слезами. Пищей ему служила одна лишь просфора. Но и то он вкушал через день. Жажду он толял водой, и то лишь в небольшом количестве. И пищу, и питье приносил ему преподобный Антоний и подавал через столь узкое оконце, что в нем могла вместиться только одна рука. Кроме того, преподобный Исааки никогда не ложился на одр, но сидя подкреплял себя кратковременным сном. Видишь как, сколько раз говорил об этом. Так, среди великих подвигов он пробыл семь лет, не выходя из своей тесной келии. Однажды при наступлении вечера он по своему обычаю начал творить коленопреклонение, воспевая псалмы до полуночи. Когда же он утомился, то, погасив свечу, сел на месте своем. Внезапно пещеру разорил великий свет, яркий как солнечный. И к преподобному подошли два беса, как в образе прекрасных юношей. Лица их светились, как солнце. Они сказали святому, Исаакий, мы ангелы, а вот глядет к тебе Христос с небесными силами. Поднявшись, Исаакий увидел множество бесов. Лица их светились, как солнце. Один же среди них осеял более всех, и от лица его исходили лучи. Тогда бесы сказали Исаакию, Исаакий, вот Христос, поди пред Ним, поклонись Ему. Не поняв бесовской хитрости и забыв ознаменовать себя крестным знамением, преподобный поклонился тому бесу, как бы Христу. Тотчас же бесы подняли великий крик, возглашая, Исаакий, ты наш теперь. Посадив его, они и сами сели вокруг него. Вся келья и пещерная улица около той кельи наполнилась бесами. Тогда один из них бесов, мнимый Христос, сказал, возьмите сапели, гусли и тимпаны и играйте на них, а Исаакий пусть попляшет перед нами. Тотчас бесы стали ударять в сапели. Тимпаны и гусли, схватив Исааки, они стали скакать с ним и плясать в течение долгого времени, утомив преподобного и оставив его едва живым, и таким образом, надругавшись над ним, бесы исчезли. На следующий день, при наступлении времени, когда обыкновенно Исаакий вкушал свою пищу, преподобный Антоний подошел по своему обычаю к оконцу и сказал, благослови отец Исааки. На сие не было никакого ответа. Изумившись, Антоний подумал, уж не представился ли святой Исаакий. Тогда послал он в монастырь за преподобным Феодосием и за прочие братья. Придя, братья откопали пещеру и вынесли Исаакия, думая, что он умер, и положили перед пещерой. Но тут заметили они, что Исаакий еще жив. Тогда игумен преподобный Феодосий сказал, поистине, происшедшее с ним дело бесовское. Тайна. Что-то есть у каждого в душе, что и на исповеди нелегко открыть. Есть любопытство у чужих ушей, до старости у этих блошек прыть. Подсматривать их медом не корми, подслушивать отменное вино. Открытое доводит для тюрьмы. Могильный преждевременный венок. Стрела заразная в здоровое бедро. Так хочется скорее ее извлечь. Пытливый проползет под твой покров. Разведать с кем сподобился ты лечь. Он о калориях и кале досконально разведает про все сучки и щель. Копыты и рога его тракта тональный. Соглядотаем дороже жизни цель. В его саду терновник и крапива. Сын в лопухах и дочери нимфетки. И он шпионит про вино и пиво. Противозачаточные, кто купил таблетки. Его остановить чеченец может. Нам, кефякам, отнюдь не по плечу. Им на язык, хотя бы ржавый ножик. Получится воздержник и молчун. Не сообщайтесь с тем, кто вызнав тайну, потом открыт ее на людях и в суде. Так скрытый айсберг потопил титаник. Чернильной жижи в ледяной воде. Наушника сумей разоблачить. Отгородись забором и запором. При нем о деле тайном промолчи. Считай, что лжец намного хуже вора. О тайне Божьей нужно возвещать. Как Бог Отец послал Иисуса Сына. Объединимся мы не на мощах. Еврей и Эллин во Христе едины. 22. Вот теперь это хорошее получилось.